Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я рада вас приветствовать. Тема сегодняшнего моего онлайн-расклада по просьбе одной из моих клиентов. Какая реакция у родителей Романа Малькова на происходящее? Что же в данный момент происходит с Романом Мальковым? Опять-таки, есть конфликтная ситуация между Анастасией и дочерью Светланой Мальковой. И вообще посмотреть в этом раскладе я хочу реакцию родителей на поведение Романа. Как они теперь оценивают поведение своего сына? Расклад будет небольшим, но он достаточно будет информативным. Еще раз повторяюсь, я этот расклад делаю по просьбе. Если кому-то понравится этот расклад, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Высказывайте свое мнение. Первое, что я посмотрю. Какая атмосфера внутри семьи в данный момент? Это внутри семьи у матери и отца Романа Малькова. Атмосфера более-менее спокойная. Они заняты общими делами, какими-то общими планами. Возможно, есть обсуждение чего-то. И также я могу сказать, это желание завоевать, можно так сказать, авторитет. Но, по всей видимости, родители хотят все-таки быть для своего сына в авторитете. И внутри семьи ведутся какие-то разговоры. Это могут быть и споры. Но это однозначно есть какая-то альтернатива, выбора чего-то. И внутри семьи ведутся эти обсуждения. Причем эта карта говорит о том, что родители что-то хотят предпринять, что-то сделать. Но пока они не знают, что. Отношение матери к происходящему. Здесь мать, возможно, знаете, некую такую позицию заняла, где-то отдаленную. Но она все-таки своего сына, она идеализировала. Она все-таки еще как-то полна надежд. Она считает, что, возможно, то, что сейчас происходит, это временно. И все-таки ее сын оправдает ее надежды. Также мать понимает, что в большей степени на ситуацию влияет женщина, которая находится рядом с ее сыном. И очень много что зависит именно от Анастасии. Здесь вот в негативном аспекте это может быть то, что мать видит, что этот союз между Настей и Романом обречен на провал. Вот сейчас она стала понимать, что все ее надежды и мечты могут быть тщетны. И здесь, может быть, есть такая как бы холодная отстраненность, но не потому, что она так хочет. А так складывается ситуация. Здесь также могу сказать, что может быть влияние Романа, что он отдалил от себя именно мать, чтобы, как говорится простым языком, она никуда не лезла. Отношение отца к происходящему. Карта разрушения. Карта краха. Карта краха всем его опять-таки надеждам. Вот могу сказать, если мать еще как-то надеется, и она идеализирует своего сына, все-таки на публике, она его старается как-то поддержать, то отец понимает, что все рухнуло. Вы знаете, это не просто обрушение. Это, прежде всего, разрушение ценностей, семейных планов и резкие перемены, которые, конечно же, ведут только к худшему. Только к худшему. Как оценивает поведение Романа мама? Ну, она вот видит в нем такого, знаете, ребенка. Вот он ребенок. И она также понимает, что он куда-то несется за какой-то своей мечтой. Вот посмотрите на эту карту. Нулевой аркан. Это аркан дурачка или шута. Вот он несется куда-то туда, а дальше-то обрыв. Хотя рядом возле него друг, собачка. Я думаю, вот эти обстоятельства, которые сейчас происходят с Романом, мама так и оценивает, что он несется куда-то, несется. Он увлекся вот этой птицей, которая в небе, и он пытается ее достать. Вот эту славу, вот это счастье. Внизу собака. Это также, это могут быть сами родители. Сами родители Романа могут быть вот этой вот собакой, преданной собакой. Мать видит в нем ребенка, инфантильного человека. Она оценивает его так, что он совершает глупость. Он все равно совершает необдуманные поступки. У матери есть беспокойство за него, тревожность, потому что она понимает, что он не просто может куда-то попасть, какой-то уже попал в неприятную историю от своей безответственности. Он может рухнуть, он может погибнуть. И вот в виде вот этого пса в данный момент выступает мать. Она готова его спасти, готова его за штанину вырвать, от края пропасти оттащить. Но получится ли у нее это? Это взрослый уже мужчина. Ему без малого 40 лет. Как оценивает поведение Романа отец? А для отца вообще-то ситуация непонятна. И вы знаете, отец подозревает, что тут, конечно же, идет влияние только от женщины. Та женщина, которая находится рядом с Романом, она полностью его изменила. Она его себе подчинила. И он оценивает эту ситуацию. Вообще оценка такая, ситуация непонятна для него. И факты некоторые, какие бы хотел знать именно отец, они скрыты. Здесь, опять-таки, отец не просто думает, что она влияет на него. Отец думает, что он как у куренной, как обкуренной. Опять-таки, мы видим, здесь совершенно другая карта. Здесь у пожилой женщины трубка во рту. И на руках маленький ребенок. И эта карта также может означать обкуренного человека, обкуренное состояние, непонятное состояние. Затуманен разум. Вот как отец оценивает его, что человек все равно не соображает самостоятельно, что он делает. Какое же у Романа отношение к матери? А вот как раз-таки здесь Роман считает, что мать его не понимает. Здесь ситуация зависла. Здесь ситуация напряженная. По всей видимости, мать все равно как-то пытается на него повлиять. И также могу сказать, что Роман маму свою принес в жертву. Как вот этого кролика, как вот этого зайчика. По всей видимости, это он их уговорил прийти на эту передачу и говорить определенные слова. А особенно он уговорил маму. Он принес маму в жертву. Отношение Романа к отцу какое. Вот знаете, он хочет показать перед отцом свою перспективность на будущее, что у него все будет хорошо, и у него везде и во всем пойдут дела. Но здесь поломка. Здесь опять-таки он не желает с отцом вступить в откровенную какую-то беседу. Он пытается высокомерно подействовать на отца. Здесь идет однозначно утрата доверия. Хотя он пытается отцу доказать, что у него все впереди, и у него впереди большая, великая самореализация. Но у папы доверия нет. И Роман понял, что папе он больше доверять не может, потому что произошла поломка, застой. Опять-таки застой в отношениях. Завязли. И как-то он пытается на отца воздействовать, что, дескать, все у меня будет замечательно и прекрасно, нужно только в меня верить. А папа-то призадумался, папа-то понимает, что откуда она чему возьмется хорошему, если отец полностью убежден, что все рухнуло. Что на самом деле происходит в данный момент с Романом? Ну вот, вы знаете, вот карта сама за себя говорит. Вот посмотрите, дьявол хохочет, как не в себе. И этот казан перевернутый, кверху дном. Вот то, что сейчас ему кажется благом, то, что сейчас ему кажется успехом, придет время, за все придется ведь заплатить. И заплатить большой ценой. Человек ведь на самом деле не в себе. Вот одним словом, человек не в себе. Вот такое видение мое, что в его голове черти совокупляются, и он не понимает, что творит. человек от себя не зависит. Он полностью под властью своих страстей и пороков. Что же еще с ним происходит? А он в мире своих фантазий и иллюзий находится. Он полностью погряз в мир фантазий и иллюзий. Он желаемое воспринимает за действительное. Вот так он видит свою новую жизнь. Вы знаете, я все равно подозреваю. Я не знаю, выпивал ли Роман или нет, но у меня такое чувство, что здесь присутствие идет чего-то, каких-то то ли препаратов, то ли какого-то воздействия, то ли употребления алкоголя, то ли еще что-то. Но, понимаете, я не вижу, чтобы действительно человек был в состоянии адеквата. То есть я не вижу, чтобы он был адекватным. Я хочу посмотреть, что же сейчас на данный момент, так как сын живет с ними, какое же у него отношение к ребенку, к сыну, который рядом с ним. его отношение к ребенку. Он хочет получать эмоции, он хочет впечатляться. И знаете, здесь опять-таки отношение такое какое-то легкое, безответственное. Он хочет, с одной стороны, быть авторитетом для своего сына, но он сам еще не зрелая личность. Возможно, здесь есть какие-то требования от ребенка. И вы знаете, чего он хочет еще? Вот эта карта говорит о том, что, возможно, он хочет, чтобы Андрей уехал. Понимаете? Чтобы, возможно, он куда-то поехал. Возможно, даже поехал к матери. Здесь Роман в большей степени занят своими любовными отношениями с Настей, чем отношения к сыну. Опять-таки, он хочет, чтобы пошел ребенок учиться. Вот психологически, если смотреть в психологическом аспекте, он так вот про себя философствует, что пора его куда-то определять. Пора бы ему уже чем-то заняться. И, возможно, даже учебой. Также могу сказать, что идут конфликтные ситуации. Здесь я вижу между отцом и сыном конфликт. На почве чего? На почве семейных отношений. То, что для себя Роман идеализировал, здесь ребенок все равно выступает как третий лишний. Он ему мешает наслаждаться вот этим союзом, в котором он находится. Все равно папа инфантильный. Папа еще сам не созрел. И здесь между ними стоит Настя. Она пытается всю эту ситуацию урегулировать. Вот как раз-таки она пытается мужчин между собой как-то примирить с здравомыслием. Как же Настя на самом деле относится сейчас на данный момент к Андрею, к сыну Романа? Здесь тоже идет конфликтная ситуация. Она тоже самое хочет, что и она хочет, чтобы ребенок уехал. На самом деле это ее желание и стремление. Возможно, они хотят его определить в какой-то вуз, учреждение, но чтобы он находился среди либо своих сверстников, либо чтобы он уехал к матери. Я вижу, вы знаете, в большей степени все равно вот это праздненство со стороны Романа, Насти, оно превращается в будни. Потому что сын причиняет определенные хлопоты. Он им мешает наслаждаться вот этим вот состоянием счастья. Конечно же, для них это тяжелая ноша. Это взрослый ребенок со своим мнением, который воспитывался в определенных условиях, его вырвали из этих условий. И сейчас в такой период хоть и он где-то как-то сказал на передаче какие-то грубости в отношении к матери, но это от его незрелости, это от того, что он все равно обижен на мать. И здесь, конечно же, идет обида на отца, но его его купили. Его купили как подростка. Он заблудился, он не может реально оценивать ту ситуацию, в которой находится. А взрослые люди понимают уже и папа, и Анастасия, что вот в этом состоянии, в котором они сейчас находятся, это невыносимо. Состояние патовое. Ребенку нужно уехать, ребенку нужно поменяться, но ребенок не взрослый человек, он не может в один миг поменяться. Андрей импульсивный, и по всей видимости здесь идут конфликты с отцом. И в унынии находятся и папа, и Андрей. Как же эта ситуация разрешится? А ничего хорошего не будет, все равно идет конфликтная ситуация. Даже, может быть, я не знаю, возможно, Андрей, он либо вернется к матери, ну что маловероятно, либо уйдет куда-то в общежитие. Но к дедушке с бабушкой он также не хочет идти. Какой кармический урок проходит в данный момент роман? Карта умеренности. Всему свое время. Нужно знать границы дозволенного. Он хочет все и сразу, и очень много. А так не бывает, так не получается. Вот знаете, как говорят, проверка, когда человек проходит огонь и воду и медные трубы. Вот здесь для него идет такая же проверка. Если он не найдет эту середину, если он не найдет взаимоотношения гармоничные, не будет выстраивать со своими детьми, у него ничего не будет, он потеряет все. Вот в этом и заключается кармическая отработка. Понимаете, вот эта карта умеренности, говорит о том, что научись выстраивать гармоничные отношения, знай всему свою меру, свою границу, все имеет свои границы, а у человека идет все через край. Вот он влюбился, у него эмоции через край, и он хочет жить только этой женщиной. Он ничего не понимает и не соображает. он готов 24 часа разговаривать только о Насте Макеевой. Но помимо Насти Макеевой есть мать, отец, есть дети, но этого ничего не хочет. Он хочет наслаждаться только этой женщиной. Вот поэтому и он не прошел карму свою, кармическую отработку и его впереди ожидает крах. И отец так же как никогда это все прекрасно понимает. Если вам понравился мой расклад, оставляйте пожалуйста свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго.